Уважаемые коллеги, большое спасибо за возможность участия и представить доклад на этой конференции, поскольку эта конференция связала всех специалистов, которые занимаются опухолями головы и шеи, и в частности сегодня речь идет о раке щитовидной железы. И сегодняшний доклад мой, он посвящен операциям, которые выполняются у пациентов с опухолями щитовидной железы. На самом деле операция достаточно стандартная, но поскольку все-таки это вызывает какой-то интерес, и была просьба от организаторов рассказать об этих объемах хирургических вмешательств, я постараюсь при разных по типах морфологических рассказать о хирургических вмешательствах. Невозможно сказать о заболеваемости и смертности, и в общем-то и Лариса Александровна сегодняшний день сказала, что действительно мы выявляемость больше, и на сегодняшний день, если обращаться к этому графику, видно, что щитовидная железа, она занимает 6,7 на 100 тысяч населения, и смертность 0,4. На самом деле это не очень-то много. В зависимости от пола заболеваемость рака щитовидной железы чаще всего болеют женщины. Мужчины это 3 к 10 на 100 тысяч. И, в общем-то, на мой взгляд, все-таки заболеваемость и выявляемость рака щитовидной железы на сегодняшний день, это все-таки благодаря тому, что появились новые технологии, возможности, диагностические моменты, которые включают в себя эту же ультразвуковую диагностику, которая совершенствуется с каждым годом все лучше и лучше, и возможности выявления и выявляемости рака щитовидной железы. В том числе на сегодняшний день та пандемия, которая сегодня у нас присутствует в мире, она тоже оказала определенное влияние на выявляемость, поскольку на сегодняшний день у нас несколько пациентов оперированы практически подряд, у которых при выполнении диагностических КТ-исследований выявлена опухоль рака щитовидной железы. Ну и то, о чем говорил предыдущий докладчик, то, что является стандартным лечением при метастатических формах, это йод-131, это лечение радиоактивным йодом, но и, к сожалению, из пациента, которые все-таки становятся рефрактерными к радиотерапии, либо первичная рефрактерная, либо после лечения. Ну и третий момент, который является тоже основным для лечения этих пациентов, это таргетная терапия. Гистологические формы щитовидной железы, о которых говорила Анна Сергеевна сегодня, действительно, я не могу настолько профессионально все это рассказать, но в целом это то, что мы встречаем и те формы рака щитовидной железы, которые мы, к сожалению, успеваем прооперировать, и те пациенты, которым мы не успеваем помочь. Дифференцированные формы рака, естественно, это те формы рака, которым мы все-таки успеваем помочь, они составляют 90% от всех видов рака щитовидной железы, но это где-то 2% от всех видов рака. Ну и ниже это две формы низкодифференцированные, а пластический рак, это раки щитовидной железы, которые, к сожалению, к нам приходят уже на стадию, когда у пациента появляется стридорозное дыхание и нарушение, в общем-то, в целом дыхательной функции. Что является удивительным, то, что недостаток при всех факторах риска щитовидной железы, действительно недостаток йода, и очень часто обращение пациентов, надо принимать йодомарин или не надо йодомарин принимать. И очень часто почему-то пациенты считают, что основная проблема в том, что не принимал йодомарин, и вот все получилось плохо. Принимал, да, действительно, это все взаимосвязано. На самом деле, выявление избытка и снижение его также приводит к нарушениям, которые приводят к последствиям, возможно, и к раку щитовидной железы. Те рекомендации, о которых говорила Лариса Александровна, мы действительно ими руководствуемся. На сегодняшний день у нас были пересмотрены в Российской Федерации клинические рекомендации рака щитовидной железы. Ну и, естественно, обращаясь к НССН, к клиническим рекомендациям Американской террологической ассоциации, которые были опубликованы в 2015 году, мы постоянно обращаемся при необходимости. Диагностические моменты. Диагностические моменты включают в себя классический подход в диагностике рака щитовидной железы, ну и, в общем-то, то, о чем говорили предыдущие специалисты, в частности, это Екатерина Викторовна подробно рассказала о критериях ТАИРАЦ и диагностики рака щитовидной железы. Ну и основным на сегодняшний день это классификация БИ-тезда, которая также является основным показателем для выполнения того или иного объема и возможности вообще хирургического вмешательства. Ну и хотелось бы сказать о том, что раннее выявление популярных раков, он имеется в виду меньше одного сантиметра, при исследовании не оказывали они на прогноз общей безрецидивной выживаемости. Ну и основная роль УЗИ, которая хотелось бы сказать о том, что на самом деле это уточнение, уточнение показаний к выполнению пункции узлов щитовидной железы, помощь при выполнении, ну и оценка распространенности по лимфатическому региональному коллектору. Те моменты, о которых рассказала также Екатерина Викторовна, о том, что мы действительно опираемся, для нас это очень важно, поскольку мы хирурги, для нас очень важно иметь, и мы понимаем, те действительно глубокие познания в УЗИ, о которых были рассказаны, для нас они на сегодняшний день непостижимы, к сожалению. И мы опираемся на те рации, на которые на самом деле все хирурги опираются, и понимание того, что нужно подозревать злокачественный процесс, или все-таки есть какие-то подозрения на малигнизацию. Ну и вот это представление образования в щитовидной железе, и, как видите, представлено несколько видов по эхогенности, по структуре узла, по расположению, ну и выше говорится о том, что риск того, что это малигнизация, практически до 90%, когда мы видим и узлы, и поражение лимфатических узлов уже регионального лимфатического коллектора. То, о чем говорилось, что на самом деле более 70, около 90 случаев процентов подозрения поражения щитовидной железы, имеется в виду расположение, то, о чем действительно очень подробно говорили, и на самом деле я упущу этот момент, поскольку здесь речь идет о эхогенности, о том, имеются ли кальцинаты, и, в общем-то, это показания для того или определенного вида хирургического вмешательства. Плотно вошла классификация БТСД, которая была принята, которая очень тщательно говорится, и действительно на сегодняшний день уже пациенты, которые приходят к нам, говорят о том, что у него БТСД-5, и понятно, что уже пациент уже все прочитал, он все прекрасно понимает, и действительно мы планируем этого пациента, в дальнейшем объясняем пациенту, что его ожидает. Очень много вопросов возникает при выявлении фолликулярной опухоли, когда ставится БТСД-4, когда БТСД-3, и пациенты приходят, просят о том, чтобы нужно выполнить еще раз повторную пункцию. Ну вот и очень тщательно были несколько докладов предыдущих специалистов, которые рассказывали о том, что действительно риск того, что есть поражение щитовидной железы здесь, конечно, присутствует. Ну и что мы видим, это онкологические пациенты, и, как видите, вокруг него это мультидисциплинарный подход к диагностике, к лечению, постхирургического лечения, ну и фулапы – это наблюдение этих пациентов. Классический подход мы видим первичного пациента, это операция, это хирургический пациент, если возможность выполнить хирургическое вмешательство, выполняется объем, определенный объем, по показаниям проводится лечение радиоактивным йодом, ну и что мы дальше видим, это гормоносупрессивная терапия. Дальше пациент наблюдается, и, как видите, у нас остается обязательным это радиотерапия, таргетная терапия, лучевая терапия, которая имеет свое место, и действительно проводится эта лучевая терапия, поскольку пациенты приходят и говорят, что здесь она не показана, есть определенные моменты, когда лучевая терапия, в том числе, этим пациентам показана. Объем хирургического вмешательства. Объем хирургического вмешательства зависит, конечно же, от ряда исследований, и ряд исследований выполняется по, на самом деле, по клиническим данным, и вследствие этих исследований, появления, выявления каких-то изменений в структурах и близлежащих органах, выполняется тот или иной объем операции. Что мы видим? Стандартный объем операции составляет тиреодиктомию. Выполнение удаления всей щитовидной железы, естественно, по показаниям. Видите, гемитиреодиктомия имеет тоже свое обязательное направление, поскольку есть сторонники только удаления всей щитовидной железы, есть сторонники, которые считают, нужно удалять только одну долю щитовидной железы. И на сегодняшний день клинические рекомендации, к которым мы опираемся, и выполнение того или иного объема хирургического вмешательства выполнится относительно клинических рекомендаций, продемонстрировано на сайте Минздрава Российской Федерации. Дифференцированные раки щитовидной железы. Как я говорила раньше, что это практически 90% всех раков, и чаще всего мы видим, конечно, это на родней стадии. Для этой гистологической формы рака характерны несколько объемов, в том числе стандартная биота-гемитиреодиктомия и тиреодиктомия. Ну и понятно, что редко мы видим пациентов, у которых есть запущенные процессы, но по показаниям дальнейшее ведение и тактика выполнения дальнейших манипуляций зависит от стадирования этого пациента. Гемитиреодиктомия по показаниям, с учетом российских рекомендаций, опубликованных на сайте Минздрава Российской Федерации, гемитиреодиктомия – это операция, которая показана у пациентов в группе низкого риска. У пациентов, когда нет семейного анамнеза, когда пациент не подвергался, у него нет, ну опять же, может быть, и первичной множественной золокачественной опухоли, то есть пациент, который не подвергался облучению головы и шеи, ну и с целью снижения хирургической травмы, повышения качества. На самом деле жизни. На самом деле здесь в момент есть пациенты, когда обращаются к нам и категорически против оставления второй доли. Такие пациенты тоже имеются. И, в общем-то, мы объясняем этим пациентам о том, что прогноз и дальнейшая выживаемость, зависимость от выполнения данного объема. Конечно, нужно обязательно это все пациентам объяснять. Тиреодиктомия выполняется у пациентов при опухоли больше 4 см, когда есть выраженная экстратиреодная инвазия, когда есть подтвержденные клинические метастазы, ну и наличие отдаленных метастазов. Не секрет, что к нам попадают пациенты, у которых выполнено хирургическое вмешательство, например, на легком, появление ткани, поврежденной ткани легкого и выявление при гистологическом заключении метастаза папиллярного рака или какого-то дифференцированного рака, а может быть и, в общем-то, рака щитовидной железы, мы видим, что у пациента при дообследовании выявляется опухоль в щитовидной железе. Гюртлоклеточный рак. На самом деле этот вид рака при ряде исследований и просмотре литературы, на самом деле частота возникновения, она описывается по-разному и очень много таких вот разноречивых мнений, но не полностью изучено. Чаще всего, конечно, болеют мужчины. Средний возраст приблизительно около 60 лет. И если сравнивать с высоко дифференцированными формами, то здесь более низкая выживаемость. Низкая дифференцированная рака. На самом деле низкая дифференцированная рака мы видим только тогда практически, когда у пациента уже имеется нарушение качества жизни, ухудшение средорозного дыхания. И в целом пациент приходит в таком уже угнетенном состоянии. К сожалению, это пациенты также возраст, у них больше старше 50 лет, и у молодых пациентов мы крайне редко это встречаем. Ну и чаще всего также это соотношение женщин и мужчин 1 к 2 приблизительно. На пластический рак. Медиана выживаемости, ну, составляет очень низко. Оно от 3 до 7 месяцев. Редко мы видим эти опухоли. До 2% всех случаев рака щитаидной железы. 1 и 5-летняя выживаемость составляет 17,8% соответственно. То есть пациенты 5-летняя выживаемость очень низкая. Как правило, мы видим также, опять же, на четвертой стадии метастатической, когда пациенты приходят, уже имеется поражение органов, отдаленных метастазов. И, в общем-то, на самом деле очень сложно этим пациентам помочь. Радикальные, в общем-то, методы лечения на сегодняшний день практически не существуют. И поэтому, в общем-то, пациентов рекомендуют включать в исследования, в клинические протоколы, международные протоколы клинических исследований, поскольку это пациенты, которые, вот, к сожалению, обречены на плохой прогноз. Медулярный рак. Медулярные раки, они могут быть, в общем-то, несколько форм. В целом, я не буду останавливаться более подробно. Это другая немножко тема работы. И, в общем-то, хотелось бы сказать о том, что говорила Анна Сергеевна более подробно о нем. Медленно прогрессирующая, до метастазирующего рака. Конечно, если сравнить с дифференцированным раком, то здесь прогноз хуже. И мы видим, что при определении мутации у пациентов, если это вообще семейный рак, то, возможно, агрессивное течение. Хотя у нас есть несколько пациентов, которые наблюдаются уже на протяжении 15 и более лет и, в общем-то, без признаков прогрессирования. Хотелось бы сказать о том, что для медулярного рака, для этих форм рака, обязательным является комплексная оценка уровня базального кальцитонина. Ультразвуковое исследование позволяет, на самом деле, выявить и, причем, в руках специалистов могут даже подозревать, что это действительно форма рака похожа на больше на медулярную. В зависимости от того, как расположено и какое имеется прогрессирование местное. Результат, конечно же, генетического исследования – наличие мутации РЭД. И при отсутствии данных о регионарном или отдаленном метастазировании медулярного рака щитовидной железы рекомендуется следующим образом выполнять объем хирургического вмешательства. Это тиреоиды к томе, претрахеальное удаление клетчатки – это 6-7 группа. Но это в большей степени для того, чтобы снизить риск рецидива и дальше адекватно стадировать заболевание. Что хотелось бы сказать о том, что пациенты приходят к нам, и мы видим выполнение селективного удаления лимфатических узлов, что на самом деле является нецелесообразным, поскольку это ухудшает качество. И риск рецидива достаточно высок. И хотелось бы сказать о том, что, конечно же, выявление кальцитонина является основным показателем для понимания о метастазировании по лимфатических узлам регионарных коллекторов. Высокие цифры кальцитонина – опять же, это тема, конечно же, другого выступления – может говорить о том, что есть отдаленное метастазирование. Что хотелось бы сказать об объемах хирургических вмешательств? Мы чаще всего обращаемся к данным схемам удаления лимфатических узлов. Как видите, несколько групп представлены, классификация этих. Мы стараемся выполнять в объеме поражения, при поражении лимфатических узлов полного объема, полной диссекции, поскольку все раки могут быть различной формы. И, соответственно, выполнение данных хирургических вмешательств должно соответствовать тем удаляемым группам, которые представлены на слайде. Хирургические вмешательства. Это стандартная тиреоидэктомия, которая выполнена у пациента с распространением, с тотальным поражением левой доли, выполнение претрахеальной фаденэктомии. Еще один объем хирургического вмешательства. Как видите, представлена пациентка рак щитаидной железы. У пациентки имеются множество мелких очагов от сева в лимфатических узлах. Метастатическое поражение. Распластная внутренняя ремная вена на пораженных лимфатических узлах. И в области до... Это операция слева, до венозного угла. В области был перевязан грудной проток, поскольку имелось подрастание и к нему, и в области венозного угла удалось отойти от вены. Объем хирургического вмешательства составило полностью удаление групп. Это первый седьмой уровень. Еще одна операция, о которой говорилось, и нужно ли вообще выдавать таких... При назначении пациентам таргетной терапии необходимости выполнения данных объемов хирургического вмешательства. Много суждений, на самом деле. И вопрос в том, нужно ли выполнять объем с резекцией, либо сделать шевинг, то есть с бритье. Утверждение различное. На самом деле, выполнение удаления тотального, конечно, улучшит качество жизни и в дальнейшем лечение радиоактивным йодом. Еще одна пациентка, у которой было проведено лечение по поводу опухоли щитовидной железы, прорастания во все слои шейного отдела пищевода. У пациентки было выполнено удаление, выполнено удаление целого органокомплекса и был сформирован себель из желудка. Операция выполнена совместно с отделением таракальной хирургии. Это большой объем хирургического вмешательства. Ну и сформированный оргостральный анастомост на шее. Большой объем хирургического вмешательства. На самом деле, пациенту здесь необходимость возникла именно в этом объеме, поскольку резистентность выявлена у пациента. И необходимость возникает в данном случае для качества жизни. И впоследствии пациент получает в таргетную терапию, в общем-то, для улучшения эффекта получения эффекта от получаемых препаратов. Еще одна пациентка, 46 лет. Это пациентка, у которой имелось такое распространение. На самом деле, также объем выполнен совместно с таракальными хирургами. Подрастание к адвентиции сонной артерии. Видите, что выполнена стеронотомия, выделены барахицефальные сосуды. И, в общем-то, здесь ствол, все представлено на слайде и представлено на лигатурах сосудистых. Выполненный объем. Как видите, большое хирургическое вмешательство. Опять же, выполнение данного объема – это распространенные пациенты. Ну и, к сожалению, вот эти пациенты до момента не обращаются к хирургам. И еще один пациент, у которого имелось распространение. Выполнена операция в объеме ларингоэктомии с одномоментной пластикой. Таргетная терапия, которая проводится этой категорией пациентов, она проводится как и при дифференцированной раке щитаидной железы. Это два препарата, которые представлены, которые заявлены и рекомендуются на сайте Минздрава Российской Федерации. Это сарафинип и ленватинип. Ну и хотелось бы сказать о том, что есть препарат, который используется для лечения медулярного рака щитаидной железы. Это вендотониб. И, в общем-то, на самом деле, как видите, не очень большой арсенал препаратов, которые мы можем предложить пациентам с распространенными ракой щитовидной железы. И, конечно же, здесь, опять же, вопрос об объеме хирургического вмешательства, необходимости выполнения данного объема. Если пациент будет ли он резистентный, не будет он резистентный. Опять же, выполнение какой-то операции по циторедуктивного характера, качество жизни, конечно, у пациента этого будет гораздо хуже. Благодарю всех за внимание. Большое спасибо. Продолжение следует...